На фасаде здания вокзала Рязань-1 открыли памятную доску героям-железнодорожникам и экипажам бронепоездов. В 1943 году рязанская оборонная промышленность наращивала выпуск военной продукции, но фронту требовалось больше и больше техники, чтобы громить врага. И тогда коллектив депо Рязань-1 обратился с призывом ко всем железнодорожникам области и рязанцам собрать средства на постройку бронепоезда. Был такой клич железнодорожникам и членам их семей для того, чтобы сдать деньги на строительство бронепоездов. Мало того, что работники железной дороги откликнулись на это, так скажем, в полной мере, но их почин поддержали их жены и сдали последнее для строительства бронепоездов. Даже существует такое благодарственное письмо от Иосифа Виссарионовича Сталина, где он благодарил рязанских железнодорожников и членов их семей за то, что они активно поучаствовали в сборе средств на оборону нашей страны и они это сделали достойно. Уже в самом начале войны бронепоезда показали свою высокую эффективность. Фронту их не хватало, так как потери боевых составов были велики. Они часто прикрывали отход частей Красной Армии и принимали удар на себя. Почему были такие потери десятки бронепоездов? Дело в том, что бронепоезда прикрывали отход частей Красной Армии и практически оставались смертниками. Из-за того, что в 1942 году были такие потери бронепоездов, партия обратилась к железнодорожникам с просьбой оказать содействие строительстве бронепоездов. Среди тех, кто отправился громить врага на бронепоезде рязанский железнодорожник, был Владимир Желандовский. Сегодня его правнучка Арвик Казанчан среди гостей торжественной церемонии. Она долго собирала исторические материалы о боевом поезде и своем прадедушке. Узнала и о том, каков был путь рязанского железнодорожника. От Москвы дошел до Польши, через Украину, прошел Донецк, через шахты, воевал Львовско-Сандомировской операции, принимал участие, принимал участие в Корсенчевченковской операции и дошел до Польши. Инициативу по установлению памятной доски воплотили в жизнь региональная организация Российского военно-исторического общества, фонд служил отечеству. Существенную помощь оказали врач железнодорожной больницы станции Рыбная Артак Казанчан и фельдшер станции скорой медицинской помощи краевед Арсен Бабурин. В бронзе отлиты слова благодарности потомков на памятной доске, на вечно прикрепленной к фасаду здания вокзала. Автором мемориальной доски выступил рязанский скульптор Василий Горбунов.